Мировая звезда популярной музыки Лара Фабиан готовится представить поклонникам свой новый альбом «Мадмуазель Живаго». Несложно догадаться, что этот концептуальный проект, обладательница уникального голоса, посвящен России. С автором 11 песен нового альбома выступил российский композитор Игорь Крутой. Совместный московский концерт певицы и композитора запланирован на ноябрь, а пока «Мадмуазель Живаго» на один день прилетела в российскую столицу, чтобы принять участие в фотосессии. По словам Лары Фабиан, Россия для нее страна, обладающая особым притяжением. Впервые певица выступила перед российской публикой 6 лет назад и с тех пор старается возвращаться сюда не реже раза в год. У меня есть ощущение, что я каким-то удивительным образом связана с Россией. Такие эмоциональные состояния, как ностальгия или даже меланхолия, живут в моей душе, и я очень хорошо понимаю, как именно через эти переживания, очень русские по сути, можно прийти к свету. Тексты песен написаны самой певицей, которая свободно владеет четырьмя европейскими языками. Каждая композиция ассоциируется с той или иной эпохой в российской истории, а название проекта, утверждает Лара Фабиан, подчеркивает ее личную связь с нашей страной. Мать будущей певицы назвала девочку Ларой в честь героини любимой книги, романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Возможно, людям прагматичным, настроенным жить здесь и сейчас, мои рассуждения покажутся странными. Однако я уверена, что наша земная жизнь – только середина пути между чем-то, что было до того, и тем, что будет после. Для меня ключевое понятие – это понятие кармы. Ничего случайного в жизни не бывает. Я всегда чувствую прямую связь между разными событиями в моей жизни, даже если они разделены большим промежутком времени. Субтитры делал DimaTorzok